В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Дезинфекция после ковида. Стационар в БРКБ скоро будет готов начать прием пациентов в плановом режиме. Глава муниципалитета Алексей Спаский посетил Видновскую школу номер 2, где проверил организацию питания и соблюдение санитарных норм. Попробовали и пообщались с учениками. Честно могу сказать, что, ну, во-первых, вкусного, во-вторых, много. Если честно, для моего завтрака это многоватая такая порция. Полицейские проводят операцию МАК. Ее цель – борьба с наркотиками растительного происхождения. 8 сентября начался процесс дезинфекции стационара Видновской ВРКБ, которая была перепрофилирована под работу с коронавирусными больными в мае текущего года. А недавно деятельность в этом режиме прекратилась. Пресс-служба медучреждения со ссылкой на главного врача Бутая-Бутаева сообщает, каждый миллиметр стационара будет неоднократно обработан. Все поверхности, в том числе и труднодоступные, такие как вентиляционные и лифтовые шахты, будут дезинфицированы. Воздух помещения обработают при помощи бактерицидных рециркуляторов. Ожидается, что все дезинфекционные работы будут произведены в течение недели. В процессе обработки будут применяться дезинфицирующие средства из различных химических групп, используемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. По окончании дезинфекции стационар ВРКБ будет готов начать прием пациентов в плановом режиме. В образовательных учреждениях Ленинского городского округа учащиеся младших классов обеспечены бесплатными горячими завтраками. Глава муниципалитета Алексей Спасский посетил Видновскую школу номер 2, где проверил организацию питания и соблюдение санитарных норм. Подробнее в сюжете Наталья Буслаевой. В новом здании Видновской школы номер 2 обучаются около полутора тысяч детей. Школьная столовая рассчитана на 300 посадочных мест. В связи с эпидемиологической ситуацией и новыми санитарными правилами, перемены для приема пищи организованы так, чтобы классы не пересекались. Организация горячего питания в нашей школе организована на должном уровне. У нас работает родительский контроль. Родители контролируют качество и своевременность подачи продуктов питания. То есть они регулярно приходят, те, кому разрешено, у кого есть определенные документы о самочувствии, и дегустируют завтраки и обеды, которые предоставляются нашим учащимся. 10 сентября школу посетил глава Ленинского городского округа. Алексей Спасский проверил организацию горячего питания, ознакомился с меню и продегустировал блюда, которые подают ученикам на завтрак. Попробовали и пообщались с учениками. Честно могу сказать, что, во-первых, вкусного, во-вторых, много. Если честно, для моего завтрака это многоватая такая порция. В образовательных учреждениях Ленинского городского округа учащиеся младших классов обеспечены бесплатными горячими завтраками. А для льготных категорий школьников предусмотрены и бесплатные обеды. В школьной столовой действует 10-дневное меню, которое утверждается перед началом учебного года. Кормят нормально, вообще я ем все. Некоторые блюда, может быть, невкусные по кому-то. А некоторые прям вкусные, можно сразу наесть. По поручению губернатора Московской области Алексей Спасский проверил и состояние санузлов. В образовательных учреждениях туалетные комнаты должны соответствовать с определенным требованиям. В частности, оснащены раздельными закрывающимися кабинками. Просмотрели на двух этажах, то есть без подготовки. Руководство школы не было предупреждено, что мы будем это делать. Честно говоря, замечаний нет. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Несколько раз в году сотрудники правоохранительных органов проводят операцию под названием МАК. Ее цель – борьба с наркотиками растительного происхождения. В ходе оперативно-профилактического мероприятия правоохранители проводят рейды, выявляют места культивирования и дикого произрастания запрещенных растений. Поле в районе поселка Володарского, вдали от больших дорог. Неискушенный рядовой житель пройдет мимо зарослей крапивы, но оперативники обнаружили в них немало дикорастущей конопли. На помощь правоохранителям пришли работники Дорсервиса. Трактор скашивает опасный урожай. Профилактическая операция МАК-2020 проводится на протяжении года. В ходе нее оперативники исследуют места, где предположительно могут находиться наркосодержащие растения – МАК и конопля. Нередко информацией оперативников снабжают активисты и местные жители. После покоса траву сжигают. Еще несколько кустов конопли и тоже в зарослях крапивы правоохранители обнаружили в окрестностях города Видное. Несмотря на то, что внешний вид растения не оставляет сомнений в том, что это именно конопля, закон и регламент требуют проведения анализа, действительно ли в растениях содержатся наркотические вещества. Данная территория будет оцеплена сотрудниками полиции до результата исследования. В последующем, уже с привлечением администрации, будет произведен покос данной территории и уничтожение. Правоохранители напоминают, что незаконное культивирование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, может повлечь уголовное наказание, равно как и их незаконное приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка. В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» в Ленинском городском округе работает несколько кружков по разным направлениям. Творчество – один из самых популярных у старшего поколения. На одном из мастер-классов побывала наша съемочная группа. Юлия Погосян узнала, чем привлекает пенсионеров этот процесс. Ведновчанка Галина Кирасирова старается не пропускать творческие мастер-классы. Будучи на пенсии, женщина нашла себе занятие по душе. Клуб «Активное долголетие» посещает регулярно. Это занятость и отвлекает от всяких таких более сложных проблем жизненных. Мы здесь как-то отдыхаем. И для развития головы это мысли разные. Так что это очень занятие такое. По душе, как говорится. Сегодня мы встретили Галину на мастер-классе по изготовлению подделок в стилях пей-парт и декупаж. Она мастерила карандашницу. Основа – старая банка из-под майонеза. Отделка – яичная скорлупа, которая осталась после Пасхи. Получилась такая разноцветная мозаика. Этот творческий кружок доступен всем пенсионерам бесплатно. Он работает на базе клуба «Активное долголетие». Находится в Доме культуры города Видное. Мы делаем из старых бутылок, банок, красивые вазочки. Украшаем старые вещи. Декупаж делаем на тарелках. Очень красивое панно получается. Это полезно очень для мелкой моторики. Мелкая моторика, вы сами понимаете, это наши мозги. Люди старшего возраста, у них уже плохо с памятью начинается. И поэтому им очень это полезно. А еще в клуб «Активное долголетие» люди идут за общением. Пенсионеры находят здесь новых друзей. Более того, единомышленников. Ведь объединяет их общее увлечение. В этом случае творчество. Процесс-то совсем не трудоемкий. Этим процессом может овладеть даже школьник. А справляюсь? Ну, это очень просто. В начале определиться, что вы хотите, что вы хотите видеть. Что у вас должно быть, шкатулка ли ваза, или еще ли что. Мастер-классы в стиле пейп-арт и декупаж проходят по будням в 14 и в 15.00. Каждое занятие длится один час. Также в рамках творческого направления «Активное долголетие» работает клуб «Волшебная шкатулочка». Здесь занимаются вышивкой картин из бисера. С разнообразием и красотой работ можно ознакомиться в холле Дома культуры. «Пантера» на черном фоне – сложная работа. «Огненный конь», «Корабли» – это шикарные работы, потому что там вышиты. На 24-й линзе человек ходит в очках, вышивает на очень-очень мелкой конве. То есть это не каждому даже профессионалу дано. Занятия клуба «Волшебная шкатулочка» проходят один раз в месяц. Каждую вторую субботу в 12 часов дня. На мастер-класс могут прийти все желающие приобщиться к творчеству. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВиднетВ. «Город наш» – так назывался концерт, который прошел в историко-культурном центре. Это одно из мероприятий, посвященных 55-летию со дня основания города Видное. Среди зрителей был и наш корреспондент Дмитрий Книга. «Город наш» – это не столько концерт с вокальными номерами, сколько аудиовизуальная зарисовка о городе, в котором мы живем. В ходе мероприятия читали стихи местных авторов, а на экране были показаны фрагменты из документальных фильмов о Видном. «Это город, город наш, который мы сейчас приветствуем, который мы любим, и о нем сегодня пойдет наш разговор. Музыкальный, поэтический, и, собственно говоря, на экране тоже будет город наш, строящийся». Со сцены прозвучали композиции в исполнении ученицы школы номер 9 Аделины Белой. Стоит отметить, что во время концерта состоялась премьера новой песни о Видном. Написана она на стихи поэта Натальи Власовой. «Песен о городе Видном не так много. Основные темы уже обозначены, лирическая, так сказать, несколько пафосная. А вот такой шуточной, легкой песни о городе Видном еще не было. И вот мне так подумалось, что очень хорошо бы написать песню, которая бы звучала легко, празднично, танцевально, может быть, и с упоминанием именно каких-то наших конкретных реалий видновских». Слушая эту песню, каждый видновчанин узнает в тексте упоминания знакомых улиц. «Правите, безвечный, лета осенью и зной, Поздайте, конечно, поддой и зной». Также перед зрителями выступил сотрудник районного центра культуры «Досуга» Роман Овшинов. В его исполнении тоже состоялась премьера – композиция «Солдаты Великой Победы». «Я ее посмотрел, увидел в Ютубе, мне она очень понравилась. И я решил, что ее стоит добавить в свой репертуар. Мне нравятся особенно военные песни. Песни, песни минувших лет Второй мировой войны. И эта песня стала, думаю, достойным дополнением в копилке моих военных песен». Историко-культурный центр уже давно стал местом, где собираются краеведы, любители творчества и просто интересующиеся историей города-люди. «Здесь все хорошее бывает. Мне все интересно, мне здесь все нравится. Это единственное место в городе, которое мне нравится. И я сюда постоянно хожу, интересуюсь». «Я чисто ради интереса зашел зайти, посмотреть, что это вообще такое здесь за место, чем тут занимаются, что показывают, что дают». Выступления артистов, посвященные прошлому, настоящему и будущему Видновского края, стали настоящей музыкально-поэтической летописью и никого не оставили равнодушными. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова